Мы виделись с Анастасией Александровной Ширинской. И я вот всем покажу сегодня одну из самых, наверное, дорогих в моей коллекции книг, где Анастасия Александровна мне подписала со словами «Я буду писать с ятью, так как меня учили на святом Георгии Победоносце». Она написала с ятью Алексея Владимировича Гусева от автора, пережившего 29 октября 1924 года. Анастасия Ширинская, Безерта, 8 августа 2007 года. Вот эта книга на протяжении уже почти 13 лет хранится у меня как одна из святынь. И я уверен, что Национальная родительская ассоциация с форумом на грядущих выходных начнет сотрудничество с вами, с вашей ассоциацией. И следующий год, то, что вы анонсировали, родители, дети России будут с вами, и мы будем с вами. Спасибо вам. Спасибо. Наши участники вот этого мероприятия как раз 25-го поедут в Безерту, и мы будем посещать и дом Анастасии Ширинской, и храм-памятник в Безерте. Поэтому вот такая связь. И очень приятно, что мы находим общий язык, и дела делаются. Но, может быть, все-таки вопросы? Да. Андрей, есть вопросы? Я вас уведомлю. Общаемся. Тем самым вы доказываете своей работой, что и этот фактор тоже можно как-то с ним бороться. Вот вы останавливаете время. И мне так даже велькнуло. А вот кто-нибудь про наше время потом будет описывать? Значит, чтобы осталась еще и работа вот эта, по сохранению, надо фильм снять. Ну, вот мы можем, да. И чтобы, в общем, выпьем за то, чтобы через один фестиваль на этом экране показывали фильм про тунисов. Новый фильм. Мы всегда снимали фильм при Анастасии Александровне. Она была незаменимый рассказчик, выручала всех кинематографистов, даже слабых. А вот сейчас надо снять фильм без нее. В честь нее. Да, в честь. Да. Спасибо. Спасибо большое, что вы сохраняете русскую память. И в Тунисе, и вообще. Могилы надо чтить. Да. Спасибо. Людей надо чтить, а не могилы. И людей, и могилы. Людей. Людей, прежде всего. Вы знаете, очень часто нам говорят, а почему же вы так вот, ну, темная, как будто бы кажется, что кладбищенская тема темная. К сожалению, от этих людей, от многих этих людей ничего не осталось, кроме надписи на плите. И то иногда искаженной. Сейчас уже, сейчас, да, мы уже сейчас потихоньку знаем адреса какие-то и другие вещи, то, что связано. Но изначально мы шли от того, что осталось на кладбище, от имени, и уже потом мы узнавали их биографию. Поэтому вполне возможно, что через некоторое время все кладбища будут в хорошем состоянии, и мы будем заниматься чем-то другим. Но пока вот надо еще это доделать. Нам осталось не так много, на Буржеле нам осталось 9 рядов. Вот, так что я надеюсь, что вот осенью и весной это точно, мы уже, наверное, это доделаем. Можно еще раз? Кто, пожалуйста? Скажите, пожалуйста, а вы знаете... ...продолжение разговора о наших детях, о потомках. Дело в том, что это дома, это убежье, а есть еще... Есть еще наша Россия огромная, и люди, которые живут там, в других городах, деревнях нашей страны, они не ведают, что тут происходит, к большому сожалению. И мало знают об этих фильмах, и тем более о том, что делается там и с Трогановой Еленой, и вам глубокий поклон. Вопрос к вам. Знаете ли вы, что в городе Новороссийске стоит памятник? Скульптура скорбящего матроса, там, где были потоплены те корабли, которые решили не уходить. И как вы планируете привезти туда тоже детей или наших детей из Новороссийска? Вы же не только будете к 100-летию готовиться, вы будете и далее продолжать свою работу. Я вам желаю всего доброго. Не забудьте, что там, в Новороссийске, это не Москва, но это тоже Россия, стоит этот памятник. Спасибо. Ассоциация не обладает такими финансовыми возможностями. Но желание остается, и желание общения, и, конечно же, желание того, чтобы дети путешествовали и видели эти памятники. Сбываются, мечты сбываются, самое главное, хорошо помечтать. Самое главное, мечту, как-то ее оформить, что хочется. А почему нет? Да, вот вопрос. Может быть, да. Скажите, пожалуйста, а вам известны случаи, когда потомки тех, кто пришел вниз в Трусско и вскатывали, приезжали много времени на суте на мобилы своих крестов? Да. Да, 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 да. Да, такое известно, да, если даже у нас есть такие случаи, когда люди не могут приехать сами. Они приезжают, передают деньги сотрудникам кладбища, и они приводят могилы. Такое тоже есть. Мы тоже изначально не планировали, что мы сами-то будем делать. Мы же тоже сначала думали, что можно собрать будет деньги, дать рабочим, и они там все сделают. Но просто мы, когда увидели, как они это делают, и сколько они хотят за это денег, то, ну, я вот так могу сказать, наша работа, мы там посчитали, ну, раз в 25 дешевле получается. Поэтому потомки, да, есть, есть, приезжают, но очень мало, очень мало. В основном в Тунисе уже нет потомков у нас, поэтому... Из других стран, да, иногда приезжают, но они... Да, ну, не так часто, но есть такие, есть такие истории. Да, и вот, кстати, Витера, некоторые наши женщины, вот мы в свое время... Мы тоже задавали вопрос, а вот почему вы пришли, почему вам это нужно? И нам задают этот вопрос, потому что некоторые иногда и не понимают. Ведь можно пойти на море и отдохнуть, а вот вы почему-то приходите на кладбище и приводите в порядок эти, в достойный вид эти захоронения. Так вот, одна из женщин сказала, ведь либо наследников нет, да, либо они уже живут в другой стране, и они никогда не смогут приехать, а вот все-таки все это должно быть в достойном виде. И еще раз я хочу сказать, мы все-таки живем в другой стране, и это другая страна, она другая по культуре, другая по языку, другая по религии. И когда мы оказываемся на этом русском участке, это наш мир, он особый, это надписи на русском языке, это службы по нашим традициям. Вот поэтому это тоже привлекает. Вы знаете, совершенно неожиданно для себя, вот я заметила, что мы начали говорить «наш тунис», «наша страна». Вот раньше у меня такого не было, я все равно, сколько бы там ни жила, я все равно, у меня была какая-то дистанция. Это ваша, это у вас так принято, а у нас вот все принято по-другому. И неожиданно, открылка себя русской истории, это начинается, конечно, не сейчас, не два года назад, а несколько десятилетий хотя бы назад, мы начали говорить «наш тунис». Вот он наш, он русский, он там есть, его много, и еще у нас впереди будет много-много открытий. Я уверена в этом, потому что, ну потому что мы этого хотим, наверное, потому что есть группа, большая группа, единомышленников, соратников, а это очень важно, когда одному заняться такой работой, это очень страшно, и не по себе, а вот в группе можно. Потомков сейчас в Тунисе нет, да, потомков нет, потомки в России, во Франции, в других странах, да, в Испании, и мы пытаемся, и в том числе потомки начинают выходить на нас, и вот мы, когда рассказывали о Бианке, мы сейчас в активной переписке, это она отправила нам фотографии, и она задает вопросы, на которые нам иногда сложно ответить, и мы пытаемся найти информацию. Ну, я хотела вот вам рассказать историю семьи Бианки, это один из наших волонтеров, Марина Никитина, которая живет в другом городе, она не так часто приезжает на наши субботники, но она мастер по поиску информации, и вот вся эта история про семью Бианки, и там еще есть еще много-много всего интересного, я не могла все рассказать, вот это Марина Никитина, я думаю, что тоже можно ее поприветствовать, ей будет очень приятно. Еще нужно отметить, что в нашей группе, в нашей ассоциации, ну, помимо преподавателей, у нас еще экскурсоводы, как вы знаете, Тунис туристическая страна, и к нам приезжают российские туристы, и вот этот, конечно же, русский след всегда задается вопрос, и мы об этом всегда рассказываем, поэтому вот это тоже привлекает, то есть и профессиональный интерес в том числе. Мы рассказываем, мы рассказываем, адреса, адреса, русские адреса, как мы их называем, и в Сиде-Бусейде в том числе, и в Медине Туниса, и когда уже на наших экскурсиях традиционных, обычных, я бы даже сказала, мы всегда подсказываем и говорим, а вот здесь работал, жил. Вот это тоже снимает немножечко небольшую такую ауру с Туниса, потому что турист приезжающий, отдыхающий, он не знает о Тунисе, а вот здесь он открывает новую страницу. И мне очень приятно, что в нашем зале сегодня присутствует господин Абдуразак, представляющий национальный офис по туризму, и, насколько я знаю, у нас потом будут буклеты туристические, кому, да, вы можете потом в холле, можно даже задавать вопросы, да, вот для того, чтобы открыть себе новый Тунис. Олег Иванович, а вы не хотите ничего сказать? Дорогие друзья, это Олег Иванович Фомин, он был директором Российского культурного центра в Тунисе с 1994 года по 2003 год. И вот ремонт на кладбищах в Безерте, это было в это время. Пожалуйста. Еще большую роль сыграла такая великая женщина в нашей истории, как Терешкова, потому что Терешкова любила Тунис, она придавала личное, большое значение развитию там центра. Был момент, собственно, она меня и направила туда на работу, я как раз после развала Советского Союза оказался на асфальте, потому что до этого я работал в ЦК КПСС, и поэтому я уже был бы как вычеркнутый из жизни. И когда попытался прийти в Российский центр Международного научно-культурного сотрудничества, и сказать, что я раньше работал, был директором Советского культурного центра в Дамаске, сейчас без работы, мне там сказали, вы где до этого работали? Я говорю, ну я работал в комитете молодежных организаций, в ЦК партии, там сказали, у вас старорежимные биографии, нам такие не нужны. Ну вот Терешкова меня направила, и Терешкова следила за деятельностью центра, она знала про Анастасию Александровну Ширинскую, и в 2003 году она приехала туда, и встречалась с Анастасией Александровной, и получила она орден, самый высокий из рук президента Тунисской республики, и перевела меня, кстати, тогда, потому что я уже довольно длительное время там пробыл, генеральным директором Российских культурных центров в Каир. Ну так вот, был там момент, когда, хотя и она уже руководила этим российским центром международного научного и культурного сотрудничества, денег было совершенно нет, и здание это мы арендовали, и до сих пор это здание в аренде, и хотели его закрыть. Вот тогда Ассоциации выпускников российских возов, тунисцев, советских, да, и уже и российских, потому что это уже Россия была, они написали письмо, и на имя Ельцина, на имя Черномырдина, и, по-моему, тогда Селезенев возглавлял наш законодательный орган, где говорили, что нельзя это делать, что какую большую роль играет этот центр для них и вообще для российско-тунисских отношений, и таким образом центр был спасен. В мое же время был создан клуб наших соотечественниц, то есть это жен тунисцев из русских, украинок, белорусок, ну и представителей всех других национальностей. Вот отмечали мы там Татьянин день, вот я вам говорил, я вам потом передам. Вот это очень активная была, показывали симпатичную девушку Елена Юраш, она большую роль играла. Ну и вот я могу сказать, допустим, в один только год, я быстро скажу, какие основные мероприятия в центре проводились. Вот перечень наиболее там значимых мероприятий. Сейчас я посмотрю, в каком году это было. Ну это было уже в 2001 году. Ну, значит, комплексные мероприятия были в честь 40-летия полета Гагарина. В космос. Общенациональный день тунисских выпускников советских российских вузов. Подписание меморандума о сотрудничестве между Институтом Востоковедния Российской Академии Наук и Арабской Организацией по вопросам науки, культуры и образования. Вот связано с Шивинской. Военно-патриотические акции в связи с заходом в порт Туниса, без Ирту, конечно. Гвардейского ракетного крейсера флагмана Черноморского флота Москва. Он и сегодня остается флагманом. Можете представить радость Анастасии Александровны. Мероприятие с отечественниками, в первую очередь с отечественницами, в рамках архипастерского визита в Тунис, митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, ныне патриарха Московского Евсея Руси. Был выпуск специального номера общественно-политического журнала «Люксерватор», полностью посвященного России. В этом году, когда я туда приехал, центр был в запустении в 1994 году. И посол писал об этом, разворован был частично. То есть приходилось все заново восстанавливать. В 2001 году уже действовала в нашем культурном центре хореографическая школа имени Сергея Дягилева. Это лучшая или первая во всей Северной Африке школа живописи имени Александра Рубцова, замечательного нашего живописца. По-моему, вот дагестанец, он и до сих пор там. Да, Махач Магомедов, он до сих пор там есть. Махач, да. Русский клуб Пушкина действовал. Даже курсы изготовления цветов, вот это вы, женщины ваши. Ну вы, уже вот Светлана там была, курсы изготовления цветов, холодной керамики и изделий из соломки, школа здоровья, там курсы музыки. Ну, в общем, центр игрался. Олег Иванович, вы знаете, вот до сих пор у нас сейчас в культурном центре сейчас идет ремонт, большой ремонт. Но говорят, он потом будет дворец. Ох, как нам хочется, чтобы он был дворцом и как можно скорее. Потому что если вот не будет культурного центра, то многое из того, что мы запланировали, будет сложно организовать, потому что прежде всего это аренда помещений, надо будет искать. Мы очень надеемся, что культурный центр будет у нас в скором времени отремонтировать. Ну, пускай не дворец, но все равно, по крайней мере, можно будет там собираться. Я тоже в этом убежден. И хотел бы я сказать, что было два центра и культурного, и духовного притяжения. Это наш центр и, конечно, Церковь Воскресения Христова, во главе с отцом Дмитрием, который до сих пор окормляет нашу паству. Так что и мы работали рука об руку, плечом к плечу. Ну, еще бы я хотел все-таки передать слово Сологубовскому, Николаю, моему коллеге. Он очень много сделал для памяти Ширинской. И он вообще обожает Тунис. Тунис для него вторая родина. Ну, как и для меня, но для него еще в большей степени. Он там даже и сейчас часто живет. Я его прошу сказать несколько раз. Спасибо, Олег Иванович, что вспомнили. Здравствуйте, дорогие друзья. Может быть, кто-то из вас 9 лет назад был здесь, на кинофестивале. Наш фильм Анастасия получил гран-при. Я хочу передать его нашим тунисским друзьям. И правильно, как говорил Лев Николаевич Толстой, все приходит, все уходит, но кино остается. Я очень надеюсь, что мы в следующем году закончим документальный фильм «Русская эскадра», продолжение Анастасии Александровны. И 6 часов от снятых материалов к этому фильму, пока россияне никак не реагируют. Хотя фильмы, которые здесь, вы можете посмотреть в Ютубе, набрав имя вашего покорного слуги, Николай Соло. Я хочу тоже передать нашим тунисским друзьям, потому что в Тунисе сколько снято фильмов российских. Ну, вспомните, вспомните. Офицеры 2, Офицеры 3, Апостол. Продолжать? Не буду продолжать. С тунисскими кинематографистами мы очень и очень хорошо работаем. С тунисскими туристическими организациями, слава Богу, тоже очень хорошо работает. Но, честное слово, я был первым гидом. Это было очень-очень давно. Я был молодым, симпатичным. И я всегда в своих экскурсиях разговаривал о русской эскадре. И вот представьте себе, в Тунисе ввели лицензии на работу гидом. Я пришел со всеми документами. На меня посмотрело, очень интересно, симпатично.